всем привет дорогие друзья 7 часов утра мы проснулись мы в городе ушак и это второй день нашей небольшой поездки по турции в общем сейчас мы в отеле покажу вам наш завтрак и что здесь дают в отеле назад отель небольшой обзор нашей комнаты вы увидите чуть позже а на завтрак здесь есть конечно же чай кофе если вы хотите могут сварить турецкий кофе молоко сок хлеб конечно же семит яйца различные сухие завтраки это что у нас мед масло белый сыр варенье и шоколадная паста также есть тахин различные это наверное пекмес зелень огурцы помидоры сыр и вот такие вот оливки в общем завтрак небольшой но для того чтобы поесть конечно же хватит и на завтраке пока никого нет весь у нас айхан мы взяли яйца огурцы помидоры утром я кушать много не люблю но и конечно же кофе и чай айхан как дела устал а вот так вот выглядит город просыпающийся город ушак 7 часов утра в понедельник понедельник а сейчас пока мы кушаем смотрите обзор нашей комнаты который мы сделали довольно для вас вчера и также немного вечернего города который мы сняли также вчера вечером сейчас сделаю обзор нашей комнаты этот отель был отреставрирован в 2016 году и это старый старый отель но его отреставрировали заново и такой отель стоит ночь 220 литр на входе конечно же первое что у нас есть это ванная комната душевая полотенце мыло это отель не не пять звезд не 4 не сколько звезд но на удивление друзья очень здесь чисто красиво все новое современное есть вот вам гей для душа для волос шампунь очень классный отель и далее проходим в комнату большие кровати вот такое вот зеркало лампы можно включить выключить свет вот такая вот подсветка кондиционер этот свет тоже можно видите включить выключить в общем очень здорово сейчас мы включим везде везде свет айхан смотрит что футбол или новости смотрят новости и здесь место для чемоданов есть тапочки и конечно же есть шкаф здесь мы уже повесили повесили свои вещи вешалки дополнительная подушка теплое одеяло сей и самое главное друзья что очень важно это рабочий стол вот с таким вот классным удобным креслом здесь есть мини бар кто любит мини бары и конечно же чай в общем чайничек можно все это дело попить заварить и так далее и вот такая вот классная лампа отель очень классных прошлый раз мы отдыхали в другом отеле и в этот раз придя в тот старый отель мы конечно были в шоке поэтому быстренько посмотрели в какой отель нам поехать снова и мы приехали вот в этот отель в общем как вам отель пишите мне очень понравилось самое главное что здесь не пахнет не сигаретами никаких посторонних неприятных запахов нет в общем вот так вот выглядит отель и мы очень очень довольны вечерний ушак центральная улица молодежь гуляет сегодня воскресенье вечер здесь раньше было проезжие части как вы видите для проезда эту улицу закрыли население ушака 250 тысяч город достаточно большой на центральной улице сейчас время уже ближе к 8 на центральной улице есть много магазинов различных банков вижу и фраше бутика gratis в общем вот так вот выглядит центральная улица а сейчас мы с с айханом идем кушать опять суп сколько градусов на улице сейчас 13 градусов днем порядка 20 19 а ночью 5 и 6 посмотрите айхан уже надел капюшона и футболки знаете что мне их мне не хватает шапки шарфа и перчаток в центре города дома новые но 20-30 лет постройки а так дома все новые отели airsun отель тоже какой-то интересный отель узкие улочки с маленькими магазинчиками какой-то банк и кафе в которой мы будем кушать вот это суп и шкэмбе но я буду келли пача для любителей келли пача я келли пача вообще не люблю это у нас мир мир джимель а это изогилин изогилин кстати тоже очень классный вкусный суп и это с чечевицы суп с чечевицы а вот это куриный суп вот это куриный суп на куриным бульоне кстати в суп еще добавляют масло но масло но я масло не люблю и вот такая здесь вкуснятина но это еда которую делают каждый день в печи вот там вот горит огонь и вот эту вкуснятину можно покушать ну и конечно же можно поесть это все дело и в Аланье куриный суп я положила туда перец и здесь вот такая вот интересная смесь с перцем в общем очень острый так айхан взял рис рис с мясным бульоном булджи это говяжья печень и картошка ну и конечно же лук и масло после долгой дороги узун был елдом садра ну и конечно же можно взять свежий хлеб и вот такого острый перец когда их назвал такого такого я манги совершен как не к дай было очень вкусно в общем было они тоже есть такой кафе вы знаете о нем это наш любимый ахмед пустот в описании к этому видео смотрите ссылку на него и конечно же пробуйте и кушайте традиционные турецкие домашние блюда это очень-очень вкусно друзья кой кто из вас Спрашивала, для чего вот эти вот стаканчики, вы их видели в магазине, так вот эти стаканчики из этих металлических стаканов пьют айран, вот такой вот натуральный айран или любой другой айран, но в основном вот такой вот айран домашнего производства или который производят в кафе, так вот это вот стаканчики для айрана. Вы увидели, как выглядит город Ушак ночью, а сейчас идем гулять по городу днем. Вот так вот выглядит центр города, здесь очень много старинных мечетей и есть традиционные дома Ушака. Так вот, вот эта вот мечеть была построена в 1570 году, ее можно посетить и старые дома традиционные, как написано на карте, находятся тоже где-то рядом. Как вы видели ночью, город был довольно пустынный и я думала, что днем город тоже будет пустынным, потому что все-таки понедельник, утро, но город очень оживленный. Люди ездят на машинах, в магазинах сидят, в кафе, в парке очень много народу, поэтому город живой. Просто поснимают для вас город, вот такая вот старая машина, автобус городской, все как в самом обычном городе в центральной Турции. И мы идем по направлению к историческим домам, вот под таким вот мощеным улочком с маленькими кафе, ресторанами, магазинчиками, всякими разными, где можно купить. Вот, например, все для чая, какие-то мастерские, золото, ателье, все для фотографов, печать фотографий и так далее. В принципе, традиционные дома в Турции так или иначе похожи. Конечно же, в зависимости от региона они отличаются, но, например, с первого взгляда, эти дома мне немного напоминают дома в Иске-Шехире. Аланийские дома, конечно же, они не напоминают, они не похожи на Аланийские дома, но на дома центральной Турции очень похожи. Здесь тоже какое-то старое здание. Это сейчас здесь расположено какое-то общество, а так это мечеть, которая была построена в 19 веке. И это мечеть, у которой нет минорета. И вот здесь начинаются самые традиционные дома и районы. Да, эти дома очень напоминают дома в Иске-Шехире. А здесь расположен городской совет и также музей. Источник воды, который был построен в 1787-1888 году. Городские автобусы ходят вот по таким маленьким улочкам. И в этих домах живут люди, постепенно их тоже, видите, реставрируют, потому что они все-таки являются достоянием города и страны. Очень красивые дома, но, да, они похожи на все традиционные дома в центральной Турции. Старые дома, традиционные, вот, например, один из них стоят рядом с совершенно новыми домами. Вот такими вот бетонными. И было бы, конечно, здорово, если бы все вот эти старые дома остались до сих пор, сохранились до нашего времени. Ну, давайте посмотрим, как выглядит подъезд. Подъезд совершенно обычный. Есть, как я вижу, внутренний дворик. И напротив такого бетонного дома вот такой вот красавица. Что здесь написано? Какое-то объявление. Дом продается. Кстати, видите, дом продается собственником. На домах есть вот такие вот вывески тоже старые. И, друзья, конечно же, у вас возникнет вопрос, каким образом отапливают дома в этом регионе, потому что здесь снег, холодно. Конечно же, здесь везде газовое отопление. В районе Аланьи-Анталии мы отапливаем кондиционерами или обогревателями. Баню тоже обещают провести газовое отопление. Вот такая вот красивая мечеть. Дворик очень уютный. Постоянно снуют машины, мопеды, велосипедисты. Жизнь кипит. Видите, написано, внимание, на этой улице есть газ. Что означает, внимание, на этой улице есть газ, проведено газовое отопление. И без разрешения копать на улице ничего нельзя. То есть, если прорвало воду или что-то, ни в коем случае нельзя копать. Если нужно что-то сделать на улице, нужно звонить по номеру 187. Очень мне понравился этот город. Такой уютный, живой. Сейчас пойдем с вами на центральную улицу. Сегодня, кстати, очень тепло. Вчера вечером было холодно, 6 градусов. А сейчас около 20. В общем, температура меняется кардинально. И можно даже ходить в теплой кофте или даже в футболке холодно не будет. В общем, вот такая вот особенность. Есть вот такой вот канал. Кстати, вот эти вот тюльпанчики ночью зажигаются. Вы чуть раньше видели. Вот такая вот кофейна, где продают разные печеньки. И сейчас идем в самый центр. Гуляем по городу и набрели на секонд-хенд рынок. Где можно купить одежду, обувь, различные куртки, жилетки. Вот такие вот интересные какие-то штуки. Различные. Мужики. Четкие. И вот такое вот кафе, где мужики сидят и пьют чай. И немного погуляв по городу, мы, конечно же, куда пришли пить чай. Здесь есть халва. Кстати, везде продают халву. Наверное, этот город знаменит своей халвой. Рядом с чайной парикмахер. Вот такой вот, в таком маленьком, такая вот маленькая парикмахерская. Здесь продают семиты, всякие разные булочки. Семит, кстати, очень интересный. Айхан сказал, что вкусный. Айхан, всеми чай на сут. Взять? И здесь есть вот такая вот интересная надпись, которая означает, если хотите заплатить потом, пожалуйста, не предлагайте это. Пьете чай, кушайте и платите сейчас. А вот это вот торговая улица, пешеходная. Здесь тоже очень много магазинов. золота, мыла различных. Давайте посмотрим поближе, что это за мыло. Вот это, скорее всего, какое-то, да, оливковое мыло. Очень много разных, тут всяких разных специй. И всяких разных товаров. Кафе, курица. Мы едили, да? А, курица семь лир. Я думала, курица гриль семь лир. Весь, посмотрите, как делали мопед. Когда дождь, можно ехать и ничего не страшно. Различные вещи. Нижнее белье. Сыры. Мед. Много оливок. Очень много разных видов оливок. Цены, в принципе, чуть, чуть дешевле, чем в Волонии. Но видов огромное количество. Пархан, чем это вкусно? Нижнее. 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 Нижнее? Нижнее. 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 Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось наше видео. Подписывайтесь обязательно на наш канал и на группу в Инстаграме. Мы путешествуем дальше. Надеюсь, вам было интересно. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok